МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день получено 6735 доз вакцины первого компонента и привито более 4535 жителей, привито уже первым компонентом. В Одинцовском округе работают 4 стационарных пункта вакцинации, 2 в первой поликлинике и по одному в Звенигороде и Кубенке. Прием ведется по предварительной записи через портал госуслуг или единую справочную по номеру 122. Без записи сделать прививку от COVID-19 можно в одном из мобильных пунктов в торговых центрах Дубрава, Глобус и Вегас-Кунцево. Последний работает с 11 до 19 часов, но, возможно, в ближайшее время режим его работы пересмотрят. Мы прорабатываем вопрос со здравым, чтобы сместить время работы на более позднее. Все-таки основной трафик жителей идет после 17-18 часов и до где-то 21-22. И это будет удобно и жителям, и, в общем-то, пункт вакцинации еще более будет востребован. Еще один вопрос повестки еженедельного совещания строительства объектов дорожной инфраструктуры. За последние 8 лет в Одинцовском округе было построено 14 таких объектов, в том числе участок ЦКАД, Внуковская развязка, эстакады в Перхушково и Жаворонках. Развязка микроавильника Трехгорк – долгожданная развязка, над которой мы долго бились и разными путями пытались решить этот вопрос. На сегодня она с опережающими темпами построена и сдана, хотя и строительство продолжается сейчас в рамках благоустройства и пункты изымальной платы, но народ уже пользуется полностью данной развязкой. И из Москвы доезжает до Одинцова, и в частности жители Трехгорки тоже пользуются данной развязкой. Темпы строительства объектов дорожной инфраструктуры в Одинцовском округе сбавлять не собираются. В планах соединить 8-й и 9-й микрорайоны Одинцова. Строительство улицы от Сосновой до 9-го микрорайона. Здесь мы предусмотрели даже парковки. Количество полос у нас будет в каждую сторону. Проектирование дороги по плану завершится в этом году. Сейчас решается вопрос финансирования работ. Еще одна приоритетная задача – реконструкция улицы Чистяковой. В разработке проекта активное участие принимают жители. Реализовать его планируется до конца года. Кроме того, в ближайшей перспективе капитальный ремонт путепровода в Отрадном. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.